Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире Люберецкого районного телевидения программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях от Репьева Валентина Борисовна, заведующая отделом по делам семьи и детей Управления социальной защиты населения Люберецкого района. Валентина Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые жители Люберецкого района. Валентина Борисовна, сегодняшний наш эфир посвящен детям, а точнее организации прошедших летних оздоровительных кампаний на территории Люберецкого района. Итак, сколько молодых люберчан этим летом отправились в детские оздоровительные лагеря и санатории? В этом году у нас отдохнуло 747 детей. Они побывали у нас и отдыхали на территории Московской области и на территории Краснодарского края, на Черноморском побережье. Мы говорим только о люберчанах или о ребят со всего Люберецкого района? Мы говорим о детях всего Люберецкого района. Кто из них, из наших маленьких жителей, имеет право на получение льготной или бесплатной путевки? Вы знаете, мне немножечко все-таки хотелось бы сказать, что в этом году оздоровительная кампания проводилась в соответствии с постановлением правительства Московской области и постановлением администрации Муниципального Люберецкого района. И проведение оздоровительного отдыха детей осуществлялось нашим управлением в тесном взаимодействии и с администрацией Люберецкого района, и с управлением образования, и с управлением опеки и попечительства несовершеннолетних, и управлением здравоохранения, и комиссией по делам несовершеннолетних, и отделом по делам несовершеннолетних. И ОГИБДД, как правильно оно называется, Министерство внутренних дел России, Люберецкое. Вот в таком тесном взаимодействии, и, наверное, категории детей, они все услышаны, да? На сегодня бесплатными путевками пользовались и получили бесплатные путевки дети у нас. То есть, насколько я понимаю, огромное, действительно, очень большое количество людей работало вместе, в совокупности, на то, чтобы отправить наших маленьких жителей отдыхать этим летом. Как была выстроена эта работа? Как? Вы знаете, в управлении работала комиссия, где разбирались личные заявления родителей, отъезжающих в оздоровительные учреждения. Рассматривались дети с учетом индивидуальных особенностей, состояния здоровья и характеристик, представленных из образовательных учреждений. Большое внимание уделялось сопровождению детей, их безопасности. В индивидуальных случаях проводились беседы как с родителями, так и с детьми. Выдавались памятки для родителей по сбору необходимых документов, комплекту одежды и предметам личной гигиены, с информацией по отправлению детей и правилам их поведения. Вот такая предварительная большая работа проводилась управлением. Но вы на самом деле в этих, на первый взгляд, простых словах очень много таких нюансов указали в плане одежды, в плане памяток для родителей. Так все-таки какие категории граждан у нас могут рассчитывать на получение льготных путевок? Все-таки мы говорим не об обычных детях из обычных семей, а о каких-то специфических. Право на получение бесплатных путевок имеют дети-инвалиды, дети, проживающие в стационарных учреждениях образования и социальной защиты, из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. И вот хочется обратить внимание, что из многодетных семей у нас отдохнуло 104 ребенка, из семей малообеспеченных отдохнуло у нас 69 человек. У нас также отдыхали дети из семей одиноких мам. И таких детей у нас отдохнуло 31 ребенок. Дети, находящиеся под опекой и попечительством, 77 детей отдохнуло. По потере кормильца, у нас есть семьи, где потеря кормильца, нет папы или мамы, отдохнуло 18 детей. И дети из неполных семей, там, где мама воспитывает одна ребенка, установление отцовства или развода, отдохнуло 69 детей. Из интерната «Наш дом» отдохнуло 34 ребенка, и из детского дома «Надежда» 20 детей. Судя из этой таблицы, я могу заметить, что наибольшей популярностью эта услуга, бесплатное предоставление путевок, пользуется среди многодетных семей. Ну, конечно. Да, потому что, на самом деле, детишек много, и хочется, наверное, действительно семьям и родителям отдохнуть, и отправить детей, чтобы они каким-то образом оздоравливались, получали хорошее настроение. Где? Где проходило их оздоровление? Куда могли отправиться дети этим летом? В детских оздоровительных лагерях, в санаториях «Мать и Дитя», в других организациях отдыха, на Черноморском побережье Краснодарского края и Московской области. Хочется отметить, что бесплатные путевки предоставлены 504 детям на общую сумму где-то около 15 миллионов рублей. В санаторно-курортных учреждениях у нас отдохнуло 70 детей-инвалидов. В социально-реабилитационных центрах, находящихся на территории Московской области, у нас отдохнуло 13 детей-инвалидов. И в других учреждениях реабилитации 57 детей. В оздоровительных лагерях у нас отдохнуло 434 ребенка. Из малоимущих семей 330 детей. Это те семьи, которые у нас получают пособия. И из многодетных семей, как я уже сказала, 104 ребенка. Валентина Борисовна, такой вопрос у меня есть. Я не знаю, не совсем он, наверное, может быть по теме. Это разные путевки. То есть мы говорим о бесплатных путевках и в то же время путевки, которые предоставляются на льготной основе. Правильно? Не все из перечисленных ребят отдыхали бесплатно. Я вас правильно понимаю? Все из перечисленных ребят отдыхали бесплатно. Дети-инвалиды, путевочки у них бесплатные. И малоимущая семья, путевки бесплатные. Многодетная семья, эта категория тоже малообеспеченная. И то есть все дети, вот все 504 ребенка отдохнули бесплатно, по бесплатным путевкам. Но у нас есть категория компенсационная выплата по оздоровлению для детей из многодетных семей, детей-инвалидов. Малая трудная жизненная ситуация, это из малообеспеченных семей. Поэтому у нас еще 243 ребенка. Ну и, конечно, компенсационные выплаты за летний оздоровительный отдых организациям. У них же тоже есть. Они покупали путевки для детей, работающих родителей. И вот 243 ребенка у нас отдохнуло еще, получив компенсационную выплату за летний оздоровительный отдых. На сегодня хочется отметить, что величина прожиточного минимума в Московской области изменилась. Она на сегодня составляет 7679 рублей с августа месяца. Стопроцентную компенсацию за детский оздоровительный отдых у нас получают родители, чей средний прожиточный минимум, они предоставляют определенный пакет документов, я его перечислю, составляет ниже величины 7679 рублей. 90% от стоимости путевки в случае предоставляется компенсация, если доход семьи составляет до 150% величины среднепрожиточного минимума. 70% от стоимости путевки в случае, если доход семьи составляет от 150 до 200% среднепрожиточного минимума. То есть, если берем 7679, это 100%, умножаем на 2, то получается у нас, и мы видим, если средний прожиточный минимум на одного члена семьи в этих рамках, то они могут получить до 70%. А 50% – это выше среднего прожиточного минимума, то, что выше 200%, то есть на одного человека. То есть, все остальные могут прийти к нам. И на сегодня хочется сказать, что для получения компенсации предоставляются следующие документы. Это заявление от родителя, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, договор на приобретение путевки, на оказание услуг по организации отдыха или оздоровлению ребенка, либо приобретение туристического продукта. Это может быть и за границей. Документ, подтверждающий оплату путевки, кассовый чек и ликвитанция к приходно-кассовому ордеру. Документы, подтверждающие частичную оплату, то есть компенсацию. Документ, подтверждающий пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровления, то есть корешок от путевки. Документы, подтверждающие право на предоставление ребенку мер социальной поддержки. Если это семья, воспитывающая ребенка инвалида, и она оздоравливалась, то здесь, конечно, мы говорим не только о ребенке инвалиде, но и о сопровождающем лице. Мы компенсируем две путевки. И, конечно, здесь мы говорим о справочке МСЭ. Это обязательно. Свидетельство о заключении брака, если это полная семья, доходы семьи за три предыдущих месяца. Если они к нам обращаются в сентябре, сейчас наступил сентябрь, мы просим представить доходы семьи за июнь, июль и август. Справочка, она в Российской Федерации единая для всех. Это справочка 2НДФЛ. Поэтому вот и выписку из домовой книги, где мы увидим всех членов семьи. Мне хочется особое внимание обратить, что меры социальной поддержки в плане оздоровительного отдыха предоставляются детям и постоянно проживающих на территории Московской области. В этом конкретном случае Люберецкого муниципального района с одним из родителей. Если дети живут у нас постоянно зарегистрировано или по-другому имеют место жительства в Краснодарском крае, в Новосибирске, они получить бесплатную путевку или компенсационную выплату у нас не могут. Они могут это осуществить по месту регистрации. Если у них, конечно, такая льгота есть. Валентина Борисовна, переходим к следующему вопросу. Есть ли у льготников право выбора? Могут ли они выбирать из предложенных путевок? Или они приходят в социальную защиту населения? То есть к вам. И вот куда дали путевку, туда и поехали. Или все-таки они могут говорить, что, например, ребенок плохо переносит жару, поэтому я хочу отдыхать в Подмосковье, а кто-то говорит наоборот, я хочу на море. Вы знаете, у родителей есть право выбора определить Московскую область, территорию Московской области или же территорию Черноморского побережья, в данной ситуации Краснодарского края. Это территорию. Но мы обязательно будем смотреть медицинские документы. И если в заключении мама хочет, а я хочу отправить, а ребенок астматик, значит, мы просто не можем его отправить. В этом году у нас отдыхали дети в Шепси, Краснодарский край. Мы не можем туда отправить и не отправляли детей астматиков. Там особые климатические условия. Поэтому, да, право выбора, оно есть, но родитель может купить путевку ребенку и прийти к нам за компенсацией. Вот у родителей есть право выбора или бесплатная путевка, но это малообеспеченной семье. И по другим противопоказаниям, я не просто так говорила, отдел по делам несовершеннолетних, центр социальной реабилитации несовершеннолетних, у нас такое есть учреждение. Там, где семьи стоят на патронаже, да, дети и семьи. Да, то есть, как правило, они не заботятся об организации летнего отдыха, действительно проще прийти к защиту и взять эту путевку. Да, по их рекомендациям. Также дети, которые находятся под опекой и попечительством, здесь немножечко вот другое. Сегодня мы говорим о той работе, которая была проделана летом, да, об организации летней оздоровительной кампании. Но все же, имеют ли родители или те же самые льготники рассчитывать на получение бесплатных или льготных путевок в течение всего года? То есть, могут ли сегодня к вам прийти люди для получения или реализации своей льготы? Да, они могут сегодня прийти к нам. У нас на сегодня оздоровление детей не заканчивается. Это носит круглогодичный характер. Мы надеемся, что в этом году будет организован зимний отдых детей. Родители могут к нам обратиться, написать заявление. И при поступлении путевок в управление мы будем рассматривать их заявление. Мы говорили также сегодня о тех путевках, которые родители приобретают сами. Все-таки хотелось бы более подробно узнать, компенсация в этом случае полная или частичная? Ну, я повторюсь, я уже говорила, что это зависит от дохода родителей. Да, если это малообеспеченная семья и ее средний прожиточный минимум меньше 7679 рублей, она может получить стопроцентную компенсацию путевки на ребенка. Иногда у нас бывают случаи, родители отдыхали всей семьей, покупали и себе путевку. Но здесь мы только оплачиваем компенсацию только на ребенка. Есть ли какие-то ограничения? Ну, например, захотят ли родители отправить своего ребенка на Кубу? Туда перелет стоит очень много денег. Нет, мы оплачиваем только отдых. Мы не оплачиваем дорогу. Трансфер не оплачивается? Оплачивается только пребывание? Да, только оздоровление ребенка. А в этом случае мы говорим о взаимозаменяемых путевках. Я имею в виду о путевках и билетах, которые приобретают сами родители и о тех, которые выдают в социальной защите населения. То есть они заменяют друг друга или можно прийти к вам, взять бесплатную путевку и в то же время взять путевку самостоятельно и прийти к вам за компенсацию? Нет, родитель может воспользоваться только или бесплатной путевкой, или компенсацией. Он имеет право выбора. Валентина Борисовна, еще осталось у нас два вопроса, которые мы хотели с вами обсудить. Это выплаты пособий. Выплаты детских пособий и выплаты пособий по материнскому капиталу. Мы знаем, что там произошли некие изменения. Расскажите, пожалуйста, более подробно об этих двух программах. Вы знаете, на сегодня, если говорить о пособии ежемесячному на ребенка от рождения и до 16 лет, то вот хочется сказать нашим родителям, в августе мы сделали опережающую выплату с сентября. Родители получили пособие за два месяца и с сентябрь в связи с подготовкой к новому учебному году. В сентябре те родители, которые получили пособие на детей за сентябрь в августе, они уже его не получат, а получат только в октябре. Изменения, ну, произошли, конечно. Ежемесячная денежная выплата семье, в которой родился третий и последующий ребенок. Я не буду рассказывать, в каком размере, потому что это зависит от размера пособия одинокой мамы или от размера пособия семьи полной. Но эти изменения есть. Это хорошая доплата нашей многодетной семье. Но можно только открыть секрет. Они увеличились? Я надеюсь, они уменьшились. Нет, увеличились. Это доплата к ежемесячным. Сначала мы назначаем ежемесячные пособия от нуля, предположим, до трех лет мы назначаем 2141 рубль в полной семье, да, или мама в разводе. Мы все равно этот размер. Или установление отцовства. Там, где папа и мама есть у ребенка. Это четко надо. Вот там, где нет у ребенка папы, и он записан со слов мамы в свидетельстве о рождении, или в графе отец стоят прочерки, там пособия 4282 рубля, то трех лет ребенку. И здесь, да, вот в этом случае, а у нас есть мамы одинокие, имеющие трое и более детей. И родившие в этом году, потому что ежемесячная денежная выплата многодетной семье, она с 1 января этого года. Это большое такое подспорье в семье, оно чуть поменьше. А там, где в семье получают 241, оно чуть побольше. Поэтому, конечно, это добавка к семье. Это обязательная добавка к семье. Ну, действительно, очень хорошая новость, очень приятная. Но также у нас могут рассчитывать на материальную компенсацию на выплаты мамы в рамках программы «Материнский капитал». Расскажите, пожалуйста, что нового или то, что вы хотели донести до молодых мам? Вы знаете, мне хочется обратиться. Ну, наши семьи Люберецкого района знают, что при рождении ребенка второго и последующего, мама, постоянно проживающая на территории Люберецкого района, может обратиться к нам за получением сертификата на региональный материнский семейный капитал в размере 100 тысяч рублей. И на сегодня получили около двух тысяч мам такой сертификат. Мне хочется просто обратиться с просьбой. Уважаемые мамы, оформившие сертификат, но не пришедшие еще за ним, пожалуйста, придите и получите сертификат. Убедительная просьба, он ждет вас, приходите. То есть есть такие гражданчики, которые оформили льготы, но денежки получить забыли? Ну, забыли, конечно. От радости, от увиденного чуда, которое у них уже сколыбили. Валентина Борисовна, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Действительно, очень интересная беседа получилась. Так все-таки, подводя итог нашей сегодняшней программы, как вы считаете, детишки набрались тех сил, которые им необходимы для нового учебного года? Конечно. Я надеюсь, что они отдохнувшими, здоровыми, полными силой и энергии сели за школьную парту, и мне хочется пожелать им успехов в учебе, а родителям терпения. Большое вам спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо. До свидания. А нашим телезрителям напомню, что сегодня у нас в гостях была Отрепьева Валентина Борисовна, заведующая отделом по делам семьи и детей Управления социальной защиты населения Люберецкого района. Вы смотрели программу «Открытый диалог». Всего доброго и до встречи в эфире.